МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. Солдаты в белых халатах. К 70-летию победы в Чебоксарах открыли музей истории медицины. К параду готов. Ветеран Иван Турин собирается на парад победы в Москву. Левый. Левый. Раз, два, три. В столице Чувашии юные горожане готовятся к параду победы. Развитие отраслей связи и информационных технологий в Чувашии стало основной темой круглого стола, прошедшего в Чебоксарах. Повсеместное внедрение информационных технологий, повышение уровня подготовки IT-специалистов, популяризация профессий. Тем для дискуссий на круглом столе предостаточно. Ведь не так часто собираются вместе представители органов власти, операторы связи и руководители сотовых компаний. У всех свои проблемы и свои предложения. Есть желание разработать стратегию развития IT-отрасли, единообразовательную программу в этой сфере. Сегодня приняли участники круглого стола решение поручить правительству разработать соответствующую программу. Ее поддержал глава республики. Я думаю, что в ближайшие год-два какие-то шаги в этом направлении будут сделаны. Причем конкретные шаги, которые реализуют предложения, высказанные сегодня на круглом столе. На все это нужны немалые деньги. Сейчас бюджет будем уточнять и на следующий уже 2016 год будем принимать. Что, соответственно, Министерство информационной политики, которое мы сформировали по новой несколько лет назад, то будет главным распространительным средством. Круглый стол собрали в преддверии празднования Дня радио. Здесь же состоялось вручение наград. Наш коллега, начальник службы телеоператоров национального телевидения Андрей Спиридонов получил почетную грамоту Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Старшему редактору национального радио Валентине Беловой объявлена благодарность министра информполитики. Это вдвойне приятно, когда твою работу замечают, когда тебя благодарят. Их, конечно, хочется сказать только вперед. СМИ нужно поддерживать и радио, и телевидение, и вообще все это. Потому что какая у нас вырастает молодежь, кто у нас школьники, какие у них проблемы, все это освещается на радио. И наша задача, конечно, работы с жителями Чувашской республики. Как отмечают в Министерстве информационной политики, развитие данной отрасли является приоритетным направлением. На ней строится вся современная экономика. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Будущая смена тех, кто сейчас работает на радиостанциях и обеспечивает развитие информационных технологий. Ежегодно собираются в Чувашии на волжских встречах. Уже 26 лет подряд на майские дни в Чувашии съезжаются сотрудники детских и молодежных СМИ и их наставники со всей России. Организаторами выступают Лига юных журналистов России и ее чувашское отделение. С будущими мастерами пера встретился и глава республики Михаил Гнатьев. Журналистика была и остается одной из самых популярных профессий. Те, кто не мечтает стать актерами, грезит о стендапах на фоне горящих зданий, об острых интервью с политиками, о проникновенных репортажах из детских домов. Безусловно, все это есть в нашей жизни. И все это присутствует в теле, радиоэфирах, в печати. Но задача журналиста – не позировать на фоне общества, а быть непосредственным и активным участником всех процессов, проходящих политической, экономической, культурной жизни. И, разумеется, рассказывать о них так, чтобы вызвать у читателя, слушателя или зрителя эмпатию. Это мы учат на мастер-классах, мужских встреч, акуля-пера. Я узнала, как правильно структурировать программу. Позвать вкусные конфетки, чтобы каждый зритель сказал – вот, вот это здорово. Да, вот ребята молодцы, работают. Как подать правильно зрителю, чтобы не просто он тупо переключал канал, а остановился и смотрел именно тебя, именно твою программу. По завершении мастер-классов наши юные коллеги смогли попрактиковаться в умении брать интервью. Все по взрослому. Ведущая продемонстрировала серьезную подготовку, изучив биографию ньюсмейкера. Я знаю, что вы кандидат сельхознаук. Как вам это помогает, вот, в вашей деятельности в политике? Дело не в том, что я имею ученые степени. Я на самом деле вырос на селе. Детство, родители воспитывали трудолюбивую. От этого, наверное, по крайней мере, вырабатывался характер, формировался как личность. Поэтому тот, который умеет трудиться не только на земле, да и во всей сфере деятельности в нашем обществе, человек всегда будет побеждать все эти трудности, которые возникают в реальной жизни. По популярности у гостей фестиваля глава Чувашии соперничал с легендарными электрониками. Юрий и Владимир Тарцуевы на вузских встречах отметили 35-летие одного из самых известных советских фильмов. Впрочем, соревнования не устраивали. Чтобы никому не было обидно, сфотографировались всем лагерем. Смывая, высшие линии, неведая преград. Голос-Чуваший пожелал юным журналистам неиссякаемого вдохновения. Творите, дерзайте за талантливой молодежью в будущее, заметил Михаил Игнатьев. Сегодня Красноармейский район с рабочим визитом посетила депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Народная избранница побывала в детском саду, общеобразовательной школе и стильском доме спорта. Подробнее в сюжете. Детско-юношеская спортивная школа в Красноармейском появилась 27 лет назад. Сейчас именно здесь тренируются воспитанники клуба «Вольник». За последние годы ребята добились весомых результатов. Они занимают первые места не только на республиканских, но и на всероссийских соревнованиях. В этих же стенах проводят районные турниры по вольной борьбе. Правда, здание дома спортивной школы уже старое. Здесь протекает крыша и трескаются стены. В ближайшее время его планируют снести, чтобы возвести здесь универсальный комплекс. Цена вопроса 20 миллионов рублей. Возможно, средства выделят по федеральной программе. В районной администрации уже начали готовить необходимые документы. Сейчас уже по линии МИД спорта Чувашии приходят письма. Малобюджетные спортивные сооружения до 25 миллионов или до 100 миллионов. Они имеют приоритетное значение. И мы как раз под эту программу хотим подготовить необходимые документы. Я думаю, что мы апрель-май решаем по проектной смертной документации, плюс прохождение государственной экспертизы и представление уже профильное министерство. Во-первых, здесь такой коллектив преподавателей, педагогов, которые занимаются. И мы видим сегодня показательные выступления. Конечно, это готовые уже десантники на самом деле, а не просто секция. Поэтому, конечно, нужно помогать. В селе Красноарамейское Алена Аршинова возложила цветы и к монументу воинам-освободителям. Два года назад в центре села были установлены новые военные постаменты. К примеру, удалось восстановить и перевезти сюда самоходную пушку ЗИС. Накануне Дня Победы в районе благоустроили все памятники. Депутат отметила, что это необходимо делать во всех муниципалитетах. Эдарий Ковалев, Александр Петров, Республика. Сегодня в преддверии Великого Дня Победы в столице Чувашии открылся музей истории медицины. Все экспонаты – подлинные свидетели эпохи. Музей посетил и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Музей, посвященный подвигу медиков на войне, открылся в здании Чебоксарского Эвака госпиталя. Уникальную экспозицию от тех, кто трудился в госпиталях, возвращая к жизни и в боевой строй солдат, раненых, больных, собирали всем миром. В годы Великой Отечественной войны было очень много случаев, когда девушки, когда погибал командир, брали руки оружие и направляли свою роту на враговую. Здесь мы представим перед вами маленький интерьер, фрагмент интерьера, по-научному будет, палата Ивакова госпиталя. Ну, вот те самые окна, которые представили перед вами того периода, ну, вот китель, представив мы перед вами здесь, все предметы подлинные. Все это найдено в наших больницах. Фотографии, личные вещи врачей и медсестер военного времени – все это посетители могут увидеть своими глазами. Историческая реконструкция удалась. Палата для раненых, сестринская кабинет начальника Ивака госпиталя выглядят как в военное время. Через 4 дня практически будем отмечать уже 70-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вы это сами прекрасно знаете, мы готовимся, не только проводить будем данный праздник в Чебоксарах, во всех наших муниципалитетах. Это тоже очень важно. 1 126 памятников, монументов воинской славы благоустраиваем, подкрашиваем. С одной единственной целью, чтобы молодое поколение, наши молодые юноши и девушки, ребятишки видели ваши ордена и медали. Почетными гостями церемонии открытия стали, конечно, медицинские работники, ветераны Великой Отечественной войны. В преддверии праздника, такого великого праздника, мне хочется, во-первых, сказать вам огромные слова благодарности за тот подвиг, который вы совершали на полях сражений, в госпиталях, когда после возвращения с войны вы трудились в наших клиниках медсестрами, врачами и своим подвигом, своим примером учили нас. Врачи, фельдшеры, фармацевты, медицинские сестры воевали и работали ради спасения жизни. В экспозиции представлены реальные фотографии с мест боев под Москвой, Сталинградом, Ленинградом и других. Многие медики дошли до Берлина. Вместе с нашими добрыми старикансками, которые сложились на жизни от нас, по полям сражения, сли и солдаты в белых халатах, медицинские работники. Я хочу поздравить вас всем 70-летием великой победы, что мы в детском городе жили до этого времени. Я хочу поздравить еще вам, чтобы жизни, здоровья и светлых, счастливых, радостных дней на всю оставшуюся жизнь. Пока в экспозиции два зала, но в планах организаторов превратить весь коридор в музей. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. В Москву для участия в параде победы приглашены ветераны из всех регионов страны. А Чувашия фронтовиков будет представлять Иван Тимофеевич Торин. Перед отъездом наша съемочная группа заглянула к нему в гости. Ивану Тимофеевичу 89 лет. Во время Великой Отечественной войны командовал танком, прошел Курскую дугу. Вскоре после этого сражения Ивану Торину исполнилось 18 лет. Осенью 43-го года при освобождении Киева он был тяжело ранен. Как мы смогли победить? Потому что мы все очень любили родину. За родину не жалели и себя, и жизнь, и ничего. Дороже родины ничего не было. Иван Тимофеевич в свои 89 лет не сидит дома. Ветеран проводит занятия со школьниками, сам организует для них посещение музеев. За мной закреплена 19-я школа средняя, и там мой класс есть. В этом классе я занимаюсь с детьми. Детьми также воспитываю. Сейчас мы соревнуемся, чтобы в этой группе 5-й А, которая за мной закреплена, чтобы не было троек. Чтобы не было нарушения дисциплины. Прочные щенки никаких действий, чтобы мы не курили, никакими такими вещами не занимались. Ветеран награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью за отвагу. После войны в Чувашии Иван Торин участвовал в строительстве нескольких крупных промышленных предприятий. Иван Тимофеевич с нетерпением ждет поездки в Москву на Парад Победы. Победы, к которой он тоже был причастен. До Великого праздника Победы остались вот уже считанные дни. К 9 мая готовятся абсолютно все жители. Исключением не стали юные чебоксарцы. Еще с начала года дошколята осваивали азы строевого шага. Прямо как настоящие защитники. Новая военная форма, яркие флаги и патриотический дух. Все это как нельзя лучше описывает репетицию уникального парада дошколят. Кстати, это событие необычно не только для столицы Чувашии, но и для всей России. Именно с юного возраста, с дошкольного, мы говорим о том, что воспитание патриотическое, да, о том, что это юные наши горожане. Они должны любить нашу родину, любить наш город, нашу республику и, конечно же, близких. Более 700 воспитанников детских садов примут участие в параде. Под песни военных лет парадные расчеты пройдут строевым шагом перед гостями праздника и ветеранами. Чтобы дети знали об этом, чтобы дети патриотами были. Чтобы они знали, за что воевались их прадедушки и дедушки. И вообще он нужен для того, чтобы никто не забывал этого праздника. Длительная и тщательная подготовка к этому мероприятию сплотила и родителей, и педагогов. А сами дети доказали, что они могут не только петь и танцевать, но и маршировать, как настоящие солдаты. И более того, им это нравится. В этом году отмечает вся страна 70 лет победы. Я горжу своими прабабушками, прадедушками, что они участвовали в этой войне. Я люблю участвовать в параде дошколят. Куда б не шел, не ехал ты, но здесь остановись. В могиле этой дорогой всем сердцем поклонясь. Кто б не был ты, рыбак, шахтер, ученый или пастух. Навек запомни, здесь лежит твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня он делал что, что мог. Себя в бою не пожалел, а родину взберег. Юные участники парада будут маршировать в специально подготовленных костюмах военных лет. Кадетов, моряков, воздушно-десантных войск, МЧС и морской пехоты. Увидеть все это жители республики смогут уже завтра, 6 мая, в парке Победы города Чебоксары. Юлия Важенина, Алена Алтухова, Александр Петров, Республика. Чувашия присоединилась к всемирному призыву спасти детские жизни на дороге. Накануне в мире стартовала третья глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН. В каждом регионе России сейчас формируется детская декларация безопасности, которая станет ярким призывом к участникам дорожного движения не губить никого на дороге. И сегодня по всей России прошли массовые флешмобы «Будь ярким, стань заметным». Направленные на популяризацию использования светоотражающих элементов, которые с 1 июля становятся в нашей стране обязательными к ношению. Студенты юридического факультета Чувашского государственного университета придумали и поставили танец, который исполнялся почти в полной темноте и наглядно продемонстрировал спасительные возможности пешеходных светоотражателей. В Чувашии сотрудники правоохранительных органов изъяли 4 пневматические винтовки. Находку обнаружил житель поселка Урмара около своих хозяйственных построек. Как установили сотрудники полиции, данное оружие было похищено в ноябре прошлого года из школьного тира. Проводится мероприятие по установлению лица, причастного к совершению преступления. В наркоконтроле Чувашской республики в очередной раз сработал телефон доверия. Звонок поступил от Чебоксарца. Мужчина сообщил о неадекватном поведении двух молодых людей в подъезде одного из домов Новоюжного района. Управление наркоконтроля призывает жителей республики быть бдительными и не оставаться равнодушными. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь. Телефон доверия работает в круглосуточном режиме. Его номер 23 0100. Совсем недавно в Чебоксарах завершился детский конкурс фестиваля «Жимчужники Чуваши». Ему на смену пришли новые национальные достояния и созвездия талантов. В качестве жюри «Наши края» уже шестой год подряд посещает известный детский композитор Александр Ермолов. Как оценил он детский талант из Чувашии в нашем следующем сюжете. Александр Ермолов – частый гость нашего региона и 17-й школы. Здесь уже по традиции проходит его фестиваль «Национальное достояние», с которым он объехал множество городов не только России, но и стран-соседей. Однако участников из Чувашии всегда отличал особый талант, отметил композитор. «Исполнители разные. Кто-то, конечно, приезжает не по одному разу, а несколько раз приезжает на конкурсы. Но есть и новые исполнители. Но уровень как был высокий, так и остается. Здесь конкурс отличается от всех других. Какой-то такой своей позитивной энергетикой, традиционно очень хорошей и слаженной организацией, ну и высоким уровнем участников». Александр Ермолов не только организует фестиваль, но и проводит мастер-классы для детей. Это возможность получить профессиональные советы для дальнейшей музыкальной карьеры. «Мы радуемся тому, что дети могут пообщаться с такими людьми, которые пишут именно современные российские песни. И такое общение, оно, в общем-то, позволяет детям всегда быть в культуре, в массовых мероприятиях, чтобы и наши дети, и Чуваши, и Чебоксар попали на голос России. Я думаю, это только во благо всего нашего детства». Александр приезжает в 17-ю школу и для совместных концертов. В этот раз композитор и юные талантливые чебоксарцы представили на сцене учебного заведения музыкальную фантазию «Давайте верить в чудеса». Музыку к представлению написал сам Александр Ермолов, а воплотили на сцене учителя и ученики школы. «Сосвездие талантов, небесная страна, небесная страна, чудесная струна!» «Сосвездие талантов, как звездная волна, победа в нас несет она, ждет небесная страна!» Юные участники нынешнего конкурса фестиваля могли попробовать себя в хореографии, театре, мод, вокале, художественном слове и во многих других номинациях. Поэтому с уверенностью можно сказать, что фестиваль-конкурс «Национальное достояние» и «Сосвездие талантов» открывает путь на сцену всем юным талантам республики, независимо от их интересов. Это все темы на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин